Здравствуйте! Это Открытая Кухня. Надоело однообразие и душа требует кулинарных экспериментов. Сегодня наша программа именно об этом. Готовим исконно бурятские блюда из экологически чистых продуктов. Под руководством Евгения Савинова на столе появятся рамштекс, химе и оленина под брусничным соусом. Подростки неуправляемы и эгоцентричны. Они постоянно стараются вывести нас из себя. Все это так, но с точки зрения взрослого. А посмотрев на ситуацию глазами взрослеющих детей, мы увидим совершенно другую картину. Как понять, что происходит с ребенком и как изменить свое поведение родителям, расскажет психолог Алена Наумова. Евгений, здравствуйте! Сегодня большая часть того, что лежит на нашем столе, для меня в диковинку. Вы нам, во-первых, расскажете, что с собой принесли, а во-вторых, просветите, что же мы из этого можем приготовить. Что мы сегодня готовим? Ну, сегодня мы приготовим с вами рамштекс из рубленого мяса дикого северного оленя с салатом. Потом мы приготовим традиционное бурятское блюдо. Это химе. Это вот показывайте сразу, что... Да, это химе. Вот это, да? Да, это рубленая колбаса из говядины с добавлением говяжьего легкого, говяжьей печени, внутреннего жирка, лук, соль, специи, так все как положено. А вот это что такое? Ну, изюминка нашей сегодняшней передачи будет корейка филей из дикого северного оленя под брусничным соусом. Класс, все, мы можем начинать. И у нас уже кипит вода. Это для чего? Для лапши, наверное? Да, это для лапши. Лапша у нас замороженная, потому что она хранится в заморозке, и мы ее сразу только увидим туда погружаем. Хорошо. Так, и ждем, когда закипит вода. Дальше что мы можем отправлять на сковороду? Наверное, уже зажигаем, да? Мы сразу сделаем, наверное, соус, чтобы она сковорода. Включаем, да, сковороду? Да, включаем сковороду. А вот, кстати, она реально замороженная, да? Да. Сколько она так хранится? Три месяца. Вот так. То есть спокойно в морозилочку, да, положить? Да, она хранится в морозилке, у нее прям прописано, что хранение не выше минус 18 градусов. Хорошо, все открываю, да, и можно... Да, 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 да. Нам полностью на порцию нужна будет вся, да? Ну, она вообще идет как на две порции. То есть мы сейчас будем для двух порций вот это, да? Да, да, да. Мы солим воду или это потом делается? Нет, мы ничего не делаем, потому что мы сейчас для этого специально делаем соус. Хорошо, все. Можем отправлять лапшу. Как-то ее специально выкладывать или просто вот таким же образом? Обычно, обычно. То есть не паримся, да? Не паримся, да. Да, ладно. И помешать сразу. Ой, смотрите, как она сразу разошлась. Да. Ну, это за счет того, что она хранится в заморозке. То есть она не слипается, она сразу... Вот это вот, кстати говоря, интересно. Я еще ждала, думаю, быстрее помешать, а то сейчас все слипнется. Нет, смотрите, вот она сразу же расходится, да? Да. И мы на сильном огне дальше сколько ее варим? Две-три минуты. Две-три минуты очень быстро, да? Да. Потом мы ее сливаем через дуршлаг и, в принципе, она у нас готова. Пока она у нас приготовится, у нас пассируется соусом. Мы, в принципе, сразу ее соусом издобрим. Вторая сковорода разогревается у нас тоже? Вторая сковорода у нас разогревается для рамштексов. Мы обжариваем на масле, без масла. Да, на масле. Оливковое масло желательно. Ну, можно растительное. Наливайте сколько нужно его. Чуть-чуть, много не надо. И отправляем туда. Да, и отправляем туда рамштекс. Можно поменьше сделать. Хорошо. Под соус. Можно даже... Для соуса сколько? Наверное, средняя, да? Средняя температура, да. А вот для рамштексов тоже средняя не надо. Мясо, в принципе, нежное. То есть, чтобы мы не прижарили совсем, да? Так, все. Еще две минутки буквально лапша у нас, да, поварится. Но она, наверное, на такой хорошей температуре, да? Сильная температура, конечно, чтобы она закипела, чтобы она не передержалась в кипятке. А пока нагревается сковорода, и мы уже готовим рамштекс отправить на нее. Расскажите, откуда любовь такая у вас в бурятской продукции? Ну, вы знаете, наверное, ну, ни для кого не секрет, что в Бурятии, Бурятия славится своей мясной продукцией, качеством своей мясной продукции. Мужской, я бы даже так сказала. Да, поэтому, ну, в принципе, пришла такая идея привезти в Хабаровск качественные мясные продукты, причем именно было принципиально от российских производителей. Поэтому мы привезли с Бурятии, ну, не только. То есть у нас еще продукция из Алтая идет, из Сибири. Вот рамштексы, это с Сибири. Мне кажется, уже нагрелась сковорода, проверьте. Да, все. Все. И отправляем, да? Отправляем наши рамштексы на сковородочку. Но у вас, кстати, ко всему прочему, еще и кулинарное образование есть. Да, первое мое образование в жизни, это было, ну, после школы. Я учился в кулинарном лицее в 41-м. То есть вы прям вот повар-кондитер. Повар-кондитер, да, это первая моя специальность, повар-кондитер. Поэтому кое-что понимаю в этом. Ну да. Тем более, что вы сказали, что успеете за определенное время приготовить сразу три блюда. Да. Мне кажется, что заявочка такая серьезная. Заявочка такая на победу. Да. Давайте пока все. Все, лапшу я сейчас сливаю, можно ее выключать. Прям вот буквально 2-3 минутки. Все, да, она готова. Все готова, давайте сразу. Да, готова, давайте сольем. Вместе. И это приятное шкварчание. Сразу чувствуется, что мужчина на кухне готовит. Все, сливаем, да, это? Да, ее можно оставить вот так. И оставляем ее. Да, вот так. То есть она сливается здесь. Кастрюля. А, кстати, дома насколько часто вы готовите? Практически каждый день. То есть мне это не сложно абсолютно. Абсолютно. То есть реально вы приходите вечером с работы и готовите. Сейчас женщины многие вдохнули. Соус у нас тоже готов. Грустно. Я вам лопатку готовлю. Нужна? Для того, чтобы рамштег все пригораживать? Да, да, да. Соус у нас тоже готов. Все, выключаем, да? Угу. Я упакал. Там сыр все обжаривается с каждой стороны? С каждой стороны по две минутки. Угу. Они в таком виде у вас, собственно, и продаются, правильно? Да, вот она в упаковочке, фирменная упаковка. А вот, кстати, ваши клиенты, это в основном мужчины? Вы же, наверное, уже знаете, что у детей? Вы знаете, наши клиенты и мужчины, и женщины. А я знаю, зачем женщины приходят. Для того, чтобы удивить своего мужчину. Потому что однообразие, оно как-то, конечно, привычно все, но когда хочется какого-то особенного, ну, наверное, мясного, да, все-таки блюда, то... Да, потому что вот если что касаемо оленины, оленина, она считается мясом диетическим, гипоаллергенным, то есть если кто-то занимается спортом, это вообще... Тем более, вы, я так понимаю, решили совместить это с салатом, да? Конечно, салат у нас... Кстати, я могу уже помочь, огурцы как нарезаются? Соломкой? Соломочкой нарезаем огурцы, давайте я порежу лучок. То есть это красный лук, это свежий огурец, кинза. Мы нарезаем соломкой, и получается у нас салат вместе с мясом, вот то самое... Сочетание. Прекрасное питание. Да, мясо и зелень в овощи. То есть ничего лишнего. Нормально, они там уже, смотрите, не подгорят? Нормально, нормально, нормально. Вот она женщина с мужчиной на кухне встречается, когда мы всегда переживаем, так, не подгорит ничего, не подрумянится ли чересчур. А мужчина говорит, да подожди, корочка то, что нужно. Сам немножко можно крышечку, если есть у нас, буквально чуть-чуть их... Прикрываем, да? Да, чуть-чуть, и на самый минимум огонек. Давайте вот так. Поменьше крышку взяла, ну ладно, уже не буду искать. Вот прям вот так вот, да. Они прям чуть-чуть такие попарятся, да? Да, пусть попарятся, да, потому что это не помешает, в принципе, вкусовых качеств не испортит. Что в салате, кроме огурцов, будет? Кроме огурцов у нас будет кинза, красный репчатый лук, кунжутное масло и зерна граната. Я предлагаю нам сейчас прерваться с вами на короткую рекламу, мы как раз дорежем салат и уже будем подавать рамштексы, правильно я называю? Правильно. Надоело однообразие и душа требует кулинарных экспериментов? Сегодня наша программа именно об этом. Готовим исконно бурятские блюда из экологически чистых продуктов. Под руководством Евгения Савинова на столе появятся рамштекс, химе и оленина под брусничным соусом. Вы смотрели рекламу, а мы занимались делом. Ну, во-первых, рамштекс, название, оно у меня прям в душе мне запало, готово все же. Рамштекс готов, да, мы его выложили на блюдо. Теперь мы практически уже приготовили салат. Это салат, в нем огурцы, свежий огурец порезанный, это кинза, это лук репчатый красный, кунжутное масло. И добавляем мы финальное зерно. Яркие пятна. И, кстати, очень хорошо сочетается это все с мясом. Да. Но вначале, возможно, кому-то было непривычно, да, вот эти вот нотки, кислинки. Вот так вот. Все, и перемешиваем, да? Кинза, да, перемешиваем и декорируем чуть-чуть это все делаем еще вот здесь вот. Кинза очень ароматная и вот. Ну да, кинзу главное покупать свежую. Да, здесь важно не прогадать, потому что если кинза не пахнет кинзой, зачем она вообще нужна в салате? Все, мы перемешиваем, очень такой сочный салат, яркий тем более, с насыщенным. И можно вот сюда вот. Выкладываем, да? Так. Прямо можно побольше, не стесняйтесь. Давайте, хорошо. Все, мы приступаем к готовлению. Да, нагреваем сковороду для того, чтобы начать жарить бурятскую колбасу химе. Это по большей степени говядина, да? Это говядина с добавлением говяжьего легкого, с добавлением говяжьей печени, внутреннего говяжьего жира, что очень важно, что внутренне он отличается. Ну, соль, специи и немного они добавляют туда муки. Это традиционное бурятское блюдо, которое они на каждый Новый год, на каждом бурятском стиле, оно всегда присутствует. То есть у нас оливье, а тут вот обязательно химей. Посерьезнее все-таки как-то. Я ни разу в жизни не видела эти продукты, честно, слышала только, да? Но как-то... Ну, вот теперь эти продукты появились в нашем городе. Да, жилищно, которое готовят из овенины. Нарезаем медальон. Редкое явление. То есть вот такими крупными... Крупными медальонами, потому что мясо очень нежное, оно не требует сильной прожарки. Сковорода у нас прям должна хорошо разогреться, правильно, да? Сковорода разогреться должна хорошо, да. Проверяйте. В принципе, нормально, я вижу, что уже хорошо все. Теперь мы вот этот немножко отодлили. Давайте. И выкладываем нашу колбаску химе. Такая она мощная. А у вас, кстати, в порции сколько их? То есть если в упаковке? Она в упаковочке идет по две колбаски. Ну, то есть вот она порция, да? Вот она порция, да. Она очень сытная. Я, знаете, смотрю, вот на семью, наверное, даже хватит. Хватит, хватит. Четыре человека, да, пополам, вот нормально. Упаковка лапши, которая у нас уже вот там. Готово, да. Мы, кстати, ее не солили, лапшу, потому что будет соус. Будет соус. Да, расскажите про соус пока. Что мы должны сейчас мешать? Соус мы смешали уже, в принципе, соус. Это протертое томатное пюре. Я думала, еще какой-то дополнительный. Соусом терияки, да. В принципе, знаете, мы даже уже лапшу можем, в принципе, смешивать. Где мы это смешиваем? Покажите тарелку. Давайте мы ее сразу вот... Красивую посуду. Да. Я, кстати, поставила чайник. Для чего, расскажите. Чайник вы поставили для того, чтобы... У нас есть напиток, написано продлевающий... Продлевающий жизнь. Это саган-дали. Это такой, ну, бурятский чай. Ну, в принципе, чай, вот, плиточный чай лежит, зеленый чай. Это саган-дали, он такой природный энергетик. Ага. Собирается у подножья их священной горы саган-сар, саган-дали вернее, там. Вот. И добавляется в чай. То есть считается, что он продлевает жизнь. Но его нужно маленько. Расскажите про... Да, его нужно маленько. Потому что тут можно переборщить. Да. Он очень тонизирует, я так понимаю, да? Он очень тонизирует, да. Поэтому... Вот он, да, правильно, у нас здесь? Да, это мы вот здесь. Сколько его нужно вот в кружку? Вот такую виточку на кружечку. Вы представляете? Вот не больше. Так, ну что, соус встретился с лапшой. Мы оставили здесь место для того, чтобы положить химе. Да, химе у нас буквально две минутки, и оно готово. И теперь мы должны... Кинзу сверху сюда мы выкладываем? Да, мы будем украсить немножко. Вы прям так много ее оставили. Немножко это стойко по-вашему лищу? Да, нормально. Отлично. Зелени много не бывает. Да, это точно. И теперь ждем химе. Все, химе доготавливается, мы начинаем готовить нашу корейку филе из омени. Очень хорошо разогрели мы сковороду. На оливковом масле, да. На оливковом масле, да. Кусочки такие довольно большие. Так я отойду. Не зря вы фартики сегодня. И теперь с двух сторон. Я тут понимаю, что прожарка, она у нас прям не ведреная будет, да? Не ведреная. Мясо нежное, оно не требует сильной прожарки, буквально. Вот смотрите, вот подойдите, посмотрите, оно уже буквально... Сразу же, да? Сразу же. Можно поменьше сделать. Можно и поменьше сделать, да. Давайте вот немножко прижарим, да, и можно... Да, в принципе, нормально. В серединку. Да, вот нормально. Нормально. Ага. Все, буквально три минутки, и у нас алиминка будет готова. Можете мне подать розмаринчик. Так, сейчас, где-где-где-где-где-где-где-где-где. Прям две веточки или сколько? Всю. Да, не жалейтесь, розмаринчик не жалейтесь. Да, ничего не жалейтесь. Прямо вот так. И еще один. И еще один. Вот так. Конечно, мясо и розмарин – прекрасное сочетание. Так, и теперь у нас есть еще чаек, который я сейчас под вашим руководством заварю, потому что много нельзя. Вот на такой объем вот столько хватит? Да, еще одну можно. Ну, давайте. Вот так вот, да. Чтоб бодрило целый день. Просто заливаем кипятком, да? Ну, сюда нужно забавить вот этого зеленого чайка. А что это? Чем они отличаются? Ну, это, грубо говоря, добавка в чай. Чай – это вот это вот у нас. Да, я уже на это настроилась, но продлевает жизнь, и я думала, это мы вот это и завариваем. Так, и здесь что у нас? Ну, здесь надо немножко его отрезать, он плиточный, кирпичный, поэтому дощечку… Да, прям ножом. Хорошо. Так, нож берем. Дощечка нужна. Побольше, да, чуть-чуть его сделать. Можно и побольше? Да, можно. Да, вот. Так, и вот теперь сколько чая? Давайте, наверное, я потом… Чай режу, давайте. Тут, мне кажется, непросто с этим справиться. Не просто с этим справиться. Хорошо, что мы с вами поменяли свой, да? Это плиточный чай, упрессованный, поэтому… Ну, можно его, конечно, топором рубануть, но тут вся кухня будет чая. И не только, возможно. Вот так? Прямо так. Вот, то есть мы его так немножко крошим-крошим-крошим, да? Да, 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 да. Ага. Конечно, ну, не для женщин занятие у нас. Совершенно. То есть этот чай нужен в доме, если в нем есть мужчина. Да, если есть мужчина. А если в этом доме появляется вот такой чай, значит, мужчина, естественно, придет. Потому что кому вот это вот все делать? Так, а я вот слежу за химе. Мне кажется, что все там готово. Все, химе я достаю. То есть от этого его накрошили, я его могу. Все, этого достаточно, да. Чай перелить, пересыпать, вернее, сначала, а потом перелить. А щипчики есть у вас? Да, есть. Вот такие только. Да, да, да. Все. То есть химе готова уже. Чай заливаем. Мы его выкладываем. Покажу вам, это всегда красиво. И сколько это заваривается? Да, как обычный чай. Ну, то есть, он не будет прям ярко-черным или каким-то ярко... Нет, он примет такой, знаете, он примет янтарный цвет. Вот, и... Очень вкусно пахнет. В такие моменты мне всегда жалко, что вы не чувствуете аромата, который распространяется на всю нашу студию. Готово. Вот у нас, смотрите, уже оленина. Буквально одна минутка. Я так понимаю, что сюда вот как раз-таки это сладкий брусничный, да? Брусничный соус, да. Вообще олень, почему вот дикий северный олень, он считается гипоаллергенным мясом, потому что он питается в дикой природе только ягель, мох, ягоды. Вот, и, в принципе, никаких там ни червей не может быть, никаких паразитов, ничего. То есть здесь мы можем быть спокойными. Да, вообще вот любители, они берут в сыром виде, делают строганину и его кушают, то есть это безопасно. А даже можно давать здесь. Вот, даже нужно, мне кажется, в нынешних условиях, когда хорошее мясо днем с огнем. Ну вот, почему мы в том числе и привозим сюда оленину, потому что мы хотим, чтобы было хорошее, качественное, причем доступное мясо. Кстати, говорят многие о том, что оленина, она жесткая. Как правильно приготовить? Ничего, просто удобно. Вот мы сейчас приготовим. Мы сейчас докажем, да? Разрежем его и покажем нашим телезрителям, какое оно внутри. Сколько еще по времени? Одна минута, все. Минута, и можем подавать. Мы сверху будем наливать соус или просто сбоку подаем? Мы сбоку подаем. Ну, в принципе, кто любит брусничный соус, может полить потом себе сверху. Это я, тот самый человек. Да. Ну, дощечку-то нам еще одну взять, чтобы сразу продемонстрировать людям. То есть мы будем сразу нарезать, да? Да, мы нарезочку сделаем. Хорошо. Ну, давайте тогда вот так вот красиво, нормально, что получится, да, у нас. У нас все дощечки перевели. Смотрите, сколько все. Выключить сковородку. И это тоже можно уже выключить. То есть мы просто вот доводим уже, оно потихонечку... Все, мы его с одной стороны обжарили, с другой стороны сейчас под низ розмаринчик. Оно сейчас весь запах себе примет. Но внутри оно немножко сырое будет, да? То есть сейчас мы увидим... Ну, это медиум вэлл, это самый... Мы увидим все тот самый цинус, который мы должны увидеть в мясе. Да. То, ради чего, собственно, мы здесь все присутствуем, то зачем мы здесь собрались. Так, ты переворачиваем. Прямо это был какой-то финальный уже шлиф, потому что мы где-то это... Все. Красота. Мужчины просто, мне кажется, сейчас страдают от того, что... Это не прямо сейчас на их кухне происходит. Но все это несложно устроить. Выкладываем, показываем. Все, выкладываем, показываем. Есть дощечка. Берем дощечку. Давайте, как вы говорили, демонстрируем. Демонстрируем. Можно дощечку поближе. Поближе. Так. Угу. Так. А вот здесь мы будем что-то? Сейчас мы нарезочку сразу сделаем. Показываем, как это выглядит. То есть вот она у нас. Красота. И вот так вот. Ты понимаешь, что это ваша любимая прожарка, да? Ну, медиум-вэл, я думаю, все мужчины любят такую прожарку. Женщины, слушайте внимательно, пожалуйста. И вот это наше переваренное мясо им совершенно... Да, как оно должно, в каком виде находиться. Теперь подаем? Да, можете сюда выкладывать. Угу. Я еще один... Мы в центр это все выкладываем, как вы сопротивляете? Да, можно в центр, потому что мы соус... У вас же кулинарное образование. Соус мы распределим по краям. Ага. Ой, какая красота. Так. Угу. И сразу... Угу. Даже вот тут можно еще. Мало попало, поменьше. Вот сейчас вы видите то, как выглядит мужская мечта. Вот такая порция мяса. Да. На тарелке. И попало. Да, можно с горочкой прям это отлично будет. Размаринчик вот у нас здесь все. Вот так вот. Миниатюра мужская еда в действии. Любимая мужская еда, да? Все. Все. Выключаем сковороду. Выключаем сковороду. Все готово. И, как вы обещали, соус мы ставим рядышком. Пока мы выкладываем, Евгений, не могу не спросить, где вас найти, чтобы все это богатство приобретать. Нам кинза нужна будет еще? Сюда не добавляем. Кинзушку можно сюда добавить. Можно раньше так чуть-чуть сверху. Кинза никогда не помешает. Говорите адрес, мы придем уже завтра. Наш магазин, фирменный наш магазин нашей компании находится по адресу город Хабаровск, улица Ленина, 72. Это площадь Энергомаш. То есть вы нас там встретите? Все. Все продукты, все продукты, которые мы сегодня здесь использовали, все можно там приобрести. Красота. Вот здесь, получается, мы просто берем кусочек и обмакиваем в этот брусничный соус. Спасибо большое за то, что сегодня пришли. Приходите к нам еще обязательно. Всего доброго. А мы увидимся после рекламы. Компания «Ратимир» представляет новую эксклюзивную линейку сырокопченых колбас. Они произведены из качественного местного сырья по классической рецептуре. Приморская, испанская, пепперони, салями оригинальная, ратимировская. Отличный выбор для вашей семьи. Приобретайте в сети супермаркетов «Самбери» и других магазинах города. Подростки неуправляемы и эгоцентричны. Они постоянно стараются вывести нас из себя. Все это так, но с точки зрения взрослого. А посмотрев на ситуацию глазами взрослеющих детей, мы увидим совершенно другую картину. Как понять, что происходит с ребенком и как изменить свое поведение родителям, расскажет психолог Алена Наумова. Алена, здравствуй. Здравствуй, Маша. Я думаю, что ты понимаешь, что я от тебя сегодня жду каких-то рецептов. Как нам совладать с нашими детьми и им с нами тоже. Но, возможно, готовых не будет, но просто в какой-то момент нам помоги. Давай начнем с первого вопроса, возрастного. В каком возрасте ребенка нужно изменить к нему отношение? Уже не относиться только как к ребенку, а начать уже воспринимать его как взрослого. Очень сложно родителю своего родного ребенка воспринимать как взрослого. Единственное, что мы можем сделать, мы можем начать воспитывать в себе это восприятие. Он мой ребенок, который взрослеет. Возраст в 7 лет мы наших детей отдаем в школу и начинаем думать, что это возраст взрослости. Но мы им так говорим, в 7 лет ты уже взрослый ребенок. Да. Потом он ближе к 9, и мы понимаем, что вот этот маленький 7-летка и 9-летний наш ребенок – это два разных взрослых человека. И затем с 9 до 12 у нас начинается так называемый предпубертат. Это предполовое такое развитие активное, когда вроде бы они еще не подростки, но уже не наши кусички-карапусички. И вот именно к этому периоду нужно родителю отнестись очень внимательно не столько даже к ребенку, сколько к себе. А что ты имеешь в виду? Вот к себе. Вот смотри, у меня как раз 9-летний, почти 10-летний ребенок. То есть, судя по всему, это тот самый момент, о котором ты говоришь. Отнестись внимательно к себе. То есть он моется, я не захожу в ванную. Да. Вот такие моменты. У нас есть понятие о личных границах, когда мы не находимся в отношениях слияния мама и ребенок, да? А когда мы понимаем прекрасно, что это отдельный от нас человек. И, соответственно, мы начинаем стучать в комнату и спрашивать, можно ли к тебе зайти? Мало ли, в каком он состоянии. Может быть, он переодевается. А может быть, он в каких-то своих мыслях. А может быть, он занят чем-то таким. У меня уже вот 9-12. Пока не готов делиться с вами, конечно. Естественно. Вот. Очень много рассказов было в постсоветском пространстве, когда родители приходили к специалисту и говорили, вы представляете, что ребенок стал закрываться от нас в комнате. Мы подглядывали в замочную склажину и видели, что он там не делает ничего, просто лежит на диване и лежит в спичке. Как это так? То есть вот это и есть формирующееся личное пространство, которое нужно обязательно начать уважать. Почему? Потому что мы стучимся в комнату, мы отправляем в ванну мыться самостоятельно, мы спрашиваем, а можно, а как лучше, как ты считаешь. И здесь мы начинаем спрашивать, а ты пойдешь с нами, а ты хочешь пойти с нами в те же гости, к тем же родственникам, в то же кино, в то же кафе и тому подобное. То есть вот этот вот вариант, когда не обсуждается, мы идем всей семьей, вот уже с этого возраста... Вот это такой тоталитарный семейный режим, да. Я задаю вопросы родительские. Родительские, да. Мы всегда ходили к Ивановым все вместе, вы же общаетесь с детьми, а мы вот посидим, пообщаемся со взрослыми. То есть теперь в этом возрасте нужно начинать задавать вопрос. Ты хочешь с нами пойти? Да. Я сейчас уточню. У нас тема подростковый возраст. Мы сейчас к нему подойдем. Большое количество времени, да, внимание уделяю предподростковому возрасту, потому что ничто не приходит ниоткуда и не уходит никуда. Это прекрасно работающие законы в области психологии и человеческих отношений. То есть если мы подавляем, если мы авторитарно решаем за ребенка, потому что мы родители, мы знаем лучше, то наступит тот момент, когда ребенок так же категорично, не авторитарно, но вот с такой же вот противодействием, с таким же будет с нами бороться за себя. В первую очередь как за личность, как за отдельную единицу. Понимаете, семья, да, это несколько человек в одном пространстве, окруженные одной такой вот системностью, да. У нас есть у всех роли, там, мама, папа, ребенок старший, ребенок младший, но при этом каждая семья состоит из отдельно взятого человека. Так вот, возраст подростковый – это то, когда ребенок подрастает и понимает, что он в семье, да, но он и отдельный человек. Если мы, родители, себя к этому не подготовим с 9 до 12, то с 12 до 16 это будет взрыв, это будет борьба, это будет там, я не знаю, что-то такое ужасное, как описывает огромное количество людей. Но нужно хорошо понимать, что подростковый возраст должен быть. Быть. То есть, если вдруг ребенок себя ведет как прежде и в подростковом возрасте, это что, несуществующий человек или это, наверное, звоночек, что потом будет вот взрыв точно? Это звоночек, конечно, это существующий человек. И большой вопрос, почему он не стремится отделяться. Понимаете, вот комфортно не будет. Вот хочу уточнить эту мысль. Так это мы запишем. Комфортно? Оно не должно быть комфортно, потому что там, где есть комфорт, там нет конфликта и нет развития. Вот, да, да, да. Там нет развития. Супруги ругаются очень сильно, приходят к психологу и говорят, мы постоянно ругаемся, нам, наверное, нужно разводиться. Психолог скажет, нет, если вы еще ругаетесь, то это хорошо. Это те динамики, которые вы проявляете, у вас есть общая, есть связь. Понимаете? И вот в подростковом возрасте конфликтующий с собой и с обществом ребёнок, это очень и очень хорошо. Если вдруг он не конфликтует сейчас, то потом, 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 это как отложенный стресс, где-то там потом это будет. И поэтому нам, конечно, как родителям, очень надо, чтобы этот подростковый возраст, этот конфликт, эти истерики, психи, припадки, швыряние портфелей, баханье дверями, вот чтобы это было с 14 до 16. Как вести в этот момент нам себя? То есть он закрывает дверь с треском, да, он швыряет вещи. И вот этот вот весь театр, он, наверное, направлен на нас самих. Что должны делать мы взрослые с этим взрослеющим? Мы взрослые в первую очередь должны вспомнить, что когда-то нам тоже было 16, 14, 15 лет, и родители нам что-то запрещали, например, кататься на мотоцикле, родители нам говорили, что там музыка, которую мы слушаем, она ужасна, родители нам очень много чего говорили, и мы тоже бунтовали и конфликтовали, и тоже делали дверью бах. И поэтому, если вдруг наш родной ребенок перед нашим носом захлопывать демонстративно дверь, наша задача вздохнуть и выдохнуть три раза, развернуться и уйти. Потому что если это обостренный эмоциональный момент, чего в этом обостренном эмоциональном моменте делать не надо, так это конфликтовать. Естественно, в этот момент все друг другу скажут много нехороших слов, некрасивых, обидят. Ударят даже, возможно. Оттолкнут, ударят, да. И потом, потом, потом это через годы понесется. Понимаете, вот основная мысль подросткового возраста, она заключается в том, что нам надо принять, он должен быть. А самое интересное, что мы все должны его прожить так, чтобы потом, когда этот подростковый возраст завершится, а он завершится, мы могли иметь хорошие, качественные отношения. Потому что следующая фаза детско-родительских отношений после подросткового возраста – это дружеские отношения. Это когда дочка с мамой начинает дружить, они становятся подругами. Понимаете, это тоже период, не на всю жизнь. Это должен быть период. Так же, как и сын с отцом. Они становятся на какой-то период друзьями. Понимаете? И проживая вот эти тяжелые эмоции перед захлопывающейся дверью, перед родительским носом, криками, воплями и швыряниями сумки с учебником, понимаете, нам, как родители, надо понять, что это пройдет. Мы, взрослые люди, это уже прожили. Подростки неуправляемы и эгоцентричны. Они постоянно стараются вывести нас из себя. Все это так, но с точки зрения взрослого. А посмотрев на ситуацию глазами взрослеющих детей, мы увидим совершенно другую картину. Как понять, что происходит с ребенком и как изменить свое поведение родителям, расскажет психолог Алена Наумова. Жестко сейчас скажу. Жестко. Вы меня не слышите, вы меня не понимаете, вы тупые. Ну, это же конкретно. Тупые. Да, мы становимся. Я постаралась подавать слово, да. То есть мы, родители, слыша это, естественно, обижаемся. Это как, знаешь, на то, вы меня не любите вот в детстве, да? И тут мы вроде понимаем, что это манипуляция чистой воды, а тут мы становимся тупыми и начинаем противставать против этого. Как здесь быть? Ну, во-первых, нужно не падать в родительскую травму. Понимаете? Потому что все-таки... Это очень сложно. Ну, и мы тупые, да, мы не владеем гаджетами, так как они на таком уровне. У нас не такая скорость мыслительных процессов, как у них. Мы не так хорошо ориентируемся в окружающем нас пространстве. И плюс ко всему мы уже своими травмами, накопленными за всю жизнь, ограничены, понимаете, убеждениями, комплексов у нас очень много. У наших детей еще их пока нет. И, естественно, на фоне активно двигающегося вот такого ребенка наши родительские какие-то процессы, они притормаживают. Это раз. И плюс ко всему надо хорошо понимать, что на определенном этапе взросления, когда ребенок начинает открывать для себя окружающее пространство, вот отделиться от родителя, это сказать, я не такой, как ты. Ну, так как у нас вот в подростковом возрасте нет такого, как сказать, стержня и понимания, да, и слов мы подобрать не можем, они будут с нами говорить на присущем им языке. Ну, вот это то, что я, собственно... А что в школе звучит? Ты тупой, ты тупая. В общем-то, это единственное, что можно сказать. Ну, это меньше всего золы. Да, и опять же, если вдруг такое происходит, если конфликт доходит до такой стадии, вот родители лучше убрать себя из этого конфликта, выйти в другую комнату, я не знаю, там, скрутить полотенце, залпом выпить стакан воды, взять книжку и кинуть ее на диван. То есть если вот это вот состояние гнева жесткое, острое происходит, чтобы не травмировать свои отношения со своим ребенком, вот эти травмы, они часто несутся потом через всю жизнь. Это вспоминается и родителям, и родители на приеме психолога плачут, и ребенок потом приносит эти такие вот какие-то вещи, нужно расплетать, понимаете? Вот, но вот если вдруг накал страстей уже такой, то вот родители действительно лучше выйти, да, выйти, выйти в другое пространство, в другую комнату, тоже сделать дверью бах, выйти на улицу, идти куда-то. Все, сменить картинку, да? Ален, еще одна большая проблема – это вредные привычки. Начинается как раз-таки в подростковом возрасте. И мы вроде понимаем, что и у нас так было. И сейчас здоровый образ жизни, он всех захватил, и там спичек не найдешь в компании, ну там, или зажигалки. Ну потому что никто уже, да. Все, да, да. Но это же есть. Как нам на это реагировать? То есть это есть. Зажигать свою позицию родителя, понимаете? Вот если мы не хотим, чтобы у наших детей были в 16 или 17 лет дети, значит, нужно что-то оставить в комнате у них, не обсуждая с ними, да? Книжку, пособие. Этого сейчас достаточно, да. Не то, что мы подумали. Нет, не надо этих разговоров, они очень плохо на это реагируют. Они говорят, ну что ты еще про это не знаешь? Да, давай я тебе расскажу. Вот то же самое, вот если вы не хотите, чтобы дети вредные привычки, это мы о курении говорим, да? Да, и первая проба алкоголя. Вот, первая проба алкоголя, она, как правило, должна быть, она есть. Желательно, если в семье об этом совершенно спокойно говорится, что вот мы точно знаем, что это происходит в этом возрасте, значит, первое, кому ты звонишь, папе или маме, мы тебя из любой ситуации спасаем. Вот, ну, спасаем, да. Очень хорошая шутка есть. Кстати, вот важно, наверное, об этом сказать, дети-то не знают. Да, шутка есть в инстаграме, что я не хочу, чтобы мои дети, если бы у них что-то случалось в жизни, говорили, мама или папа, меня убьют. Я хочу, чтобы мои дети, если у них что-то случается в жизни, знали точно, что первое, кому нужно обращаться, это мама или папа. То есть вот с вредной привычкой алкоголя они точно должны знать, что это будет в этом возрасте, как правило, это происходит у всех, хотя бы какая-то проба пера возникает. Вот, соответственно, звоним маме или папе, мы из любой ситуации спасаем, руливаем. Хладнокровно, опять же, идем. Хладнокровно, спокойно, да, мы сами все это проживали. Вот, если это касается курения, ну, как правило, курение в школе, это тоже пробы пера, но все вот эти разговоры о том, что это вредно, это плохо, это период, понимаете, периодизация. Если в семье это все табуируется, если это показывается как активно плохо, да, это отравление организма, то вот, понимаете, вот насколько это будет давление происходить на этого несчастного ребенка, вот, настолько он это будет делать, пардон, за гаражами. Понимаете? Слово сепарация. Вот мы разговариваем с тобой, правильно я его произношу, да? Очень часто это слово теперь употребляют, это мое любимое, когда не знаю значения, но очень активно используют речи. Мне хочется, чтобы ты объяснила, что это за процесс, когда он происходит, и как это связано с подростками. Сепарация. Процесс отделения. У нас почему-то принято считать, что сепарация – это вот кризис с трехлетнего возраста, когда дети кричат в магазине, валяясь на полу и тому подобное. То есть потом сепарация, что это все зависит от ребенка, что можно вот придумать какие-то такие способы и методы, и наши дети сами по себе вдруг раз-таки и вот начали сепарироваться. Нет, открою тайну. Сепарация всегда начинается с мамы, с маминых внутренних, психических, психоэмоциональных, духовных, ментальных, полевых процессов. Вся сепарация всегда начинается с мамы. И самое интересное, что вот в возрасте в подростковом, ты уделила внимание с 9 до 12 лет возрасту, да, потому что там первые звоночки начинаются. Почему я говорю о том, что мамы, начинайте стучать в дверь, мальчики, девочки, начинайте стучать в дверь. Научите пользоваться стиральной машинкой. Научите пользоваться утюгом в этом возрасте. Не насильно, а предложите, чтобы ваш взрослеющий ребенок мог обслуживать себя сам. Понимаете? И вот к возрасту с 12 до 16, вот этот активный, яркий возраст подростковый, да, противостояние. Если мама не дает возможности, понимаете, вот если в маме эти процессы не начинаются, очень тяжело утрачивать действительно своих пусечек, карапусечек, мамочкиных там, котеночков, девочек, приходят женщины и говорят, у меня дочка до 11 лет была такая лапочка, такая лапочка, сейчас какой-то ужас. Она не может быть лапочкой в 44 года, она не может быть лапочкой в 25, ей в 22 уже нужно строить качественные отношения с противоположным полом, она все время и лапочка, и лапочка для своей мамы, и лапочка, и лапочка, ну не может такого быть. Соответственно, чем сильнее мама вот внутри не готова отделить, выделить, понимаете, своего ребенка, тем тяжелее, качественно тяжелее будет происходить подростковый возраст. А вот это вот маменькин сынок, это от того, что не произошла сепарация, а внутри мамы? Да. То есть это все-таки корни как раз... Мамские истории. Но я не люблю обвинять мам, честно, потому что чтобы с мамой это происходило, в маминой жизни должны быть определенные истории, ситуации, и, как правило, это травматический материал очень, поэтому я не хочу обвинять маму. Ну стоит об этом все-таки задумываться. Об этом стоит, наверное, даже целую передачу провести, потому что история, как маме позволить себе жить отдельно от своего ребенка, это очень большой вопрос. Это вопрос мам трехлетних детей. Ой, а когда ребенку исполнилось три года, я поняла, что жизнь вокруг есть. Вот у нас сепарация. Мама поняла, что жизнь вокруг есть. Про маму обязательно поговорим, это будет тема нашей программы. А вот про обнимашки, мы еще не забрали, и целовашки. Заметила, когда ребенка перевожу через дорогу, и в какой-то момент потаиваю руку, и один как-то раз он мне сказал, мам, не надо брать меня за руку, я взрослый. Я такая, как так? Но это минимально, да? Когда мальчики запрещают себя обнимать, целовать. Это тоже же обидно, да? Вот, как здесь? Как здесь, то есть все обнимашки... И почему это происходит? Ну, потому что они взрослеют, они себя по-другому ощущают. У мальчиков возникает слово «я мужик», там, там, утверждение «я мужик». Да, девочки уже по-другому тоже к этому относятся. Ну, девочки все равно чуть пораньше психологически взрослеют. Вот, немножко по-другому к этому относятся. Все обнимашки и целовашки мы оставляем дома. Не при всех. Не при всех. Это такой личный, интимный процесс? Это уже личный, интимный процесс. Это проживание внутрисемейных отношений, это ваш процесс. У нас же не принято отношения мужчины и женщины выносить на уссурийский бульвар, к примеру. Вот, то есть это понятно всем, да, что это все дома, это как-то все личное такое. Но у нас почему-то дети, вот я опять же говорю, что у нас дети не отделяются от родителей, не отделяют себя от детей. У нас считается, что вот с мужем целоваться прилюдно на улице нельзя, а ребенка прилюдно перед школой целовать можно. Интересно. Да, вот этот момент мы переносим домой его, все происходит дома. И обижаться на ребенка не стоит в этот момент. Ну, а почему мы должны на ребенка... Ну, так происходит. Да, я понимаю, что... Просто вот мы разговариваем с подругами, я не знаю, представляешь, вот у меня уже, вот я его хотела обнять, он там, какая-то победа, да, там все. Нет, все, все, все дома, да. Почему дома? Потому что дом, семья, это ритуалы, понимаете? Вот, то есть у нас есть совместные обеды, ужины, вся семья вечером старается, да, собраться и поужинать вместе за столом, чтобы хотя бы побыть, поговорить, даже если не поговорить, то побыть. И вот обнимашки и целовашки подростка, особенно 14-15 лет, вот услышьте меня, они будут делать вот так. Они будут отворачиваться, они будут обижаться, они будут психовать. Тогда наша задача сказать один раз. Один раз. Подошли, поцеловали, пообнимали. Почему? Потому что, несмотря на то, что это взрослеющий, бунтующий, конфликтующий с миром, с собой и с вами человек, это по-прежнему ребенок. И ребенку обязательно нужны объятия, телесный контакт, признание в виде поцелуев, обнимашек и целовашек. Отлично. В общем, точки над «и» мы расставили. Айон, спасибо большое за этот ликбез. Для родителей нужно пересматривать снова и снова. Тема следующая, наша программа, мы тоже уже с тобой продумали. Всего тебе хорошего. Спасибо. А это была программа «Открытая кухня». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин